Дальше и переходим к репортажу нашего корреспондента, в котором подробный будет рассказ о парашютном спорте. Какой у вас коронный жест и что это вообще значит? Вот у нас коронный жест, то, что мы показали. Это парашютное приветствие, пожелание удачи. Парашютист тем самым напутствует друг друга, желает хорошего прыжка. Этот спорт не для слабонервных. Подняться на высоту 3000 метров над землей и шагнуть в пропасть решится далеко не каждый. Тем более, когда ноги прикованы к инвалидному креслу. Лариса Горячева в тандеме с инструктором сделала это дважды. Хотела доказать, что небо открыто для всех. Страх был, когда было высоко в самолете, делать шаг именно в бездну. Но зато это стоило того, это круто. Это свобода в полете, это стихия, небо, воздух. И коляска инвалидная это не предел вообще. Все можно в этой жизни. Перед прыжком обязательный инструктаж по технике безопасности. Наставники рассказывают, чего ждать от полета и как вести себя в небе. Задача развеять страхи до посадки в самолет. Мы надеваем на человека, который будет прыгать, отдельную систему. И потом за счет карабинов она подстегивается к тандем-мастеру. Стема открывается на высоте полторы тысячи метров от земли. И это делает тандем-мастер, конечно. Александр Сумченко рисковать не боится. Дайвинг, картинг к приключениям готов всегда. В этот раз открывает для себя прыжки с парашютом. И это несмотря на травму позвоночника. Для меня это лишний раз доказать себе и своим примерам окружающим, что человек сильнее любых обстоятельств. И никогда нельзя пасовать перед своими страхами. Для тех, кто прыгает в тандеме, противопоказаний нет. Главное, как говорят инструкторы, желание и правильный настрой. Ведь приходится буквально доверить свою жизнь другому человеку и стихии. У каждого тандем-мастера за спиной не одна тысяча прыжков. Профессионал и за штурвалом самолета. Вот сегодня у меня юбилей. Сегодня ровно 50 лет, как я поднялся в самостоятельный воздух. Вот продолжаю бросать парашютистом. Минута свободного полета на скорости 200 км в час. Затем инструктор раскрывает парашют. И еще 5 минут вместе с пассажиром парит над землей. Эмоции зашкаливают. При прыжках в тандеме приземление происходит всегда на ноги инструктора. И если здоровый человек может их подогнуть, то у инвалида такой возможности нет. Поэтому колени им приподнимают и фиксируют. А для того, чтобы приземление прошло успешно и без травм на земле, встречает еще два инструктора. Блин, это просто потрясающие эмоции, захватывающее зрелище. Весь Крым как на ладони. Мне кажется, я сейчас приземлился другим человеком. Я посвящаю этот прыжок своей любимой девушке Елене. Прыжки с парашютом для людей с инвалидностью – не просто шанс выбраться из коляски. Это возможность побыть супергероем. Сильным, свободным и смелым. Ведь если человек может вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok